What you gonna do? Ну что, друзья, мы переезжаем с этого прекрасного места. Нам здесь было очень комфортно, приятная обстановка. Вообще, в целом, классный отель, можно его рекомендовать. Мы оставим, если хотите, ссылочку в описании. Фотографии с реальностью сходятся. Здесь каждый день убираются, меняют постельное белье, полотенце. Он находится очень близко к морю, прям реально за 5 минут можно дойти. Пешочком. Вот эти пакеты вакуумные, эта тема, реально, очень все сжалось и все упаковалось отлично. Здесь живут иностранцы, здесь вообще ни одного русского из местных жителей. И они все такие приветливые, все такие добрые, хорошие, спокойные. Мне кажется, из всех гостей мы самые шумные были. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, кажется, у нас получилось вызвать такси. Да, как я и говорила, что это выглядит прям как Яндекс или Убер. Сейчас нам вернут наш залог в 500 тысяч рублей и погоним. Как называется такси? Такси называется Grab, как наши свитшоты. Сейчас будем вызывать первый раз, не знаю, пока у нас это получится, через сколько приедет машина. В общем, есть приложение, так же как Uber или Яндекс. Очень удобно, ты выбираешь гостоположение. Прям абсолютно так же, как и у нас в России. Посмотрим, сколько времени это займет. Через сколько приедет тачка. Какая-то тачка, я вам покажу обязательно. Такси приехала. Блин, я буду скучать по этому месту. Мне здесь очень понравилось. Я бы сюда вернулся. Да, если что, поснимать что-нибудь. Можно здесь снять просто апартаменты на сутки и поснимать все, что ты хочешь. Мы так и не успели этого сделать. Мы хотели сегодня утром провести съемку. Но был дождь. И мы решили, что, видимо, нам нужно просто все собрать. Ничего не забыть. Больше времени уделить горам. Такое здесь движение. Активное. Вот наша тачка. Грузимся и уезжаем. Ну что, мы добрались. Очень красивый въезд. Ехали что-то долго. Не знаю, посмотрим, как оно на самом деле на байке. Потому что на тачке забираться проблематично. Да, мы что-то так много объехали, на мой взгляд, вообще, что просто жесть. Такой прикольный ресепшен здесь. Прям как в отельчике. Так, здесь зачекинемся. Как зачекинемся. Приятненько, да? Да, здесь прям как в отеле. Красиво. Мебель такая хорошая. Пройдемся. Здесь, видимо, можно работать. Ух ты. Прикольно. Такая зеленая территория здесь. Вообще, как мы нашли это место. Моя подруга здесь тренируется, занимается. И узнала, что здесь можно поселиться. Здесь был один номер. Свободный вообще из всех. С более-менее хорошим видом. И мы даже его не видели. Никто не видел этот номер. И сейчас будет у нас просто сюрприз на самом деле. Как он выглядит. Что заполняешь? Анфету. Зачекинились. Наконец-то идем смотреть, что уже за номер у нас. Ой, территория вообще потрясающая. Классно здесь. Надеюсь, так будет продолжаться. Снимаем сразу первое впечатление о номере. Чтобы ничего не скрывать. Так, я вижу уже косяк на углу. Я не вижу, но... Вот. Вот этот косяк. Так. Хорошо. Пройдемся, да, по самым основным моментам, которые важны. Душ. Ну, тут очень все компактно. Да, компактненько. Ну... Зато их два. Душ, кстати, с выходом на улицу. С окошком с таким. То есть, сильно шуметь не стоит. Блин, очень темно. Нужно прикрутить лампу какую-то дополнительную. Я не знаю, что это. Кто-нибудь может подсказать, что это? Не, ну, скорее всего, полковка. А что это? Поднимаемся на второй этаж. Ну, как-то даже просторненько. Это, наверное, максимальный свет, который здесь возможен. Надо, блин, с фонариком снимать. Еще один туалет. Вообще шикарно. Просто показываем все как есть. Как бы стоило бы это, конечно, как-то улучшить. В целом, в целом неплохо. Ну да. Но за те деньги, которые мы заплатили, я думаю, что можно все равно, если прям поискать, можно иди получше. 13 миллионов рупий на... Да, это дофига. Это 65 тысяч рублей. Ну, типа, такое себе. Оп. К нам пришли. К нам гости. Только заселились, уже гости. Есть выход вот такой на улицу. Видишь, сколько маленьких баллон газа? Просто в магазинах обычно продают больше баллонов. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, что за выход в итоге у нас. Аккуратно. Но у нас есть такой вот дворик. Конечно, ни о какой закатной стороне мы сейчас не ведем речь, потому что мы на первом этаже. Я так понимаю, что там бассейн. О, это прям бассейн? Так, там, может быть, это и прикольно, да. Пройдемся. Классно. Прикольно здесь. Очень красивая территория. Блин, круто, что здесь есть тренажерка. Пойдем обратно в номер, потому что что-то мы ушли, оставили водиться, устанавливать газ. Как бы ничего не стащим. Тут глаз, да глаз. Это наш, но он вообще нет. Дим, ты тут? Нет. Ой, извиняюсь. Я чуть не зашла в другой номер просто. Что, понравилось у них нормально? У них лучше, нет? Нет, я не увидела даже. Надо было посмотреть. Вот это. Вот это пакет. Ой, да. Может, индигатор, что это дует, или что? Не знаю. Сейчас, короче, уберем вот эту штуку, но она, может быть, какую-то роль играет. Но я только не знаю, какую роль играет. По-моему, играет роль мусора. Такие новости. Нам эти аппарты не сильно понравились, потому что они очень темные. Вообще очень темные. Я прям не могу, я как будто бы в хижине в какой-то, а не в номере. Да. А нам здесь жить месяц, и мы решили просто поинтересоваться, если здесь свободные номера на втором этаже. Потому что здесь, получается, вид на сад. То есть, во-первых, люди проходят постоянно. Здесь такая проходная зона. То есть, как будто бы, ну, никакой плеватости. Будем выезжать отсюда, доплатим немножко, доплатить. Надо 5000 рублей, по факту, чтобы переселиться в другой номер на второй этаж, видом на бассейн. Там будет очень круто жить, там будет приятнее в гораздо. Показываем вам номер. Да, наш новый номер. Юауэнка. Мы забыли карточку. Короче, попросили два ключа, и вышли, только что, вышли, закрыли. Вот, сейчас покажу вам номер в лоб. Прекрасный вид с балкончика в подъезде. Скажут, какие-то замороченные заехали. Да, в третий раз, короче, поведем чувака, чтобы нам открыли дверь. О май гад. Дубль два. You are welcome. Проходим. Здесь гораздо лучше ремонт. Любые целые. Да-да-да, потому что там вот эти вот углы отсутствовали. Принесли посуду. Шкаф. Ну, такой же. Тут получше будет. Видите, реально здесь света больше. Второй этаж, здесь больше света. Видок у нас на бассейн. Да, сейчас мы покажем. Ванная лучше. Как-то все целее. Здесь будем чилить, тусоваться. Да, приглашаем к варенье, там хочется. Самые. Взяли этот номер. Не томи, не томи. Сразу пальмы, сразу бассейн внизу. Шикарно. Это просто очень круто. Пожалуйста, проходим. Боже мой, просто потрясающе. Там тренажерный зал. Еще очень круто, что здесь своя территория, ну, как бы, имеется в виду полков. Просто приватно тусить. Да. Не знаю, прикольно проводить премию. Не знаю, да, смотреть на пальмы, на бассейн. Кстати, мы выяснили, что это за пакет. Это освежитель воздуха. Здесь все так же, как и в тех апартаментах. Очень похоже. Классное зеркало. Большое. Вот телек. Два телека. Хотя мы телек не смотрим. Как ты там снимала? Нам установили газ, он работает. Еее. Пару слов про движение на Бали. Просто пробочка. Мы приехали на рынок закупаться продуктами и уже набрали кучу всего. Здесь прям такой движ. Местные готовят покушать местную еду. Это огромный дуриан. Вот моя рука. И вот дуриан. Вообще. Говорят, что он очень полезный и сытный. Мы придем домой и покажем, что мы купили и сколько мы потратили. А как-нибудь я думаю, что мы сделаем такой полноценный обзор по рынку. Просто сегодня все вот так кувырком, югом. Хочется есть голодные, уставшие. У нас сегодня заселение. Поэтому решили сегодня не снимать подробно. Контрольная закупка у нас получилась. Давайте мы вам покажем, что мы купили, а потом скажем, сколько мы потратили на это все. Но с учетом того, что мы не купили еще рыбу, мясо, потому что нужно ехать с утра пораньше на рынок другой. И он находится далеко. Но это будет в следующей серии. Купили на рынке вот такие вот баклажаны. Смотрите, как баклажаны выглядят. Ну, типа, они странной формы. Но на вкус, я думаю, такие же. Батат стоит... 45 рублей за килограмм. 40 за килограмм батат. Морковка, да, дорогая. Кукурузка. Она вообще стоит недорого. Яйца что-то 90 рублей за десяток. Купили вот такой букет шпината, чеснок, проростки семян бобов, тофу. Вот в таких пакетах продается. Здесь все салаты, кстати, дорогие. Вот такие. Купили цукини, огурцы, помидорки, лучок. Корейский, азиатский всякие лапша быстрого приготовления. Короче, затестим, приготовим, покажем вам. Соус купили острый. Соевый соус, приправы всякие. Папаю, манго, авокадо, ананасик, к чаю всякие штучки. Вот такой батончик. Вот эти вот штучки очень вкусные. Кофе кстати очень дорогое, чай недорогой. Кофе очень дорогой. Водичка. Ну и всякая бытовая история. И палочки с ароматом сандала. Мы потратили на все это, на весь набор продуктов, 4400 рублей. Что-то дороже, что-то дешевле. Что у нас дешевле, то здесь дороже. Ну да, и наоборот. В общем, мы приготовили то, что мы купили. Мы выбирали специально, чтобы они были разные. И они действительно разные. Вот эту лапшу нужно кушать именно в таком виде, чтобы она была без жижи. Выглядит вот так. Название, если что, пригодится. Здесь вот якобы должны быть кусочки мяса, мне кажется. Там есть кусочки жареного лука. Это самое вкусное, мне кажется. Прямо так остро в меру. Все, тут еще есть два варианта. Просто для убийц. Это что вообще? Я не знаю, это тесто какое-то. Должны быть креветки. Да, это тесто. Бурен острый. И прям вот как я люблю, как в том я. Может, это такое напоминает. У нас быстрая дегустация. Вот эта лапша. Ну, выглядит прикольно. Голодная. Я голодная. Ну, кстати, блин, тоже остро. Очень. Жесть. Очень вкусная заправка. Немножко сладкая. И если добавить сюда тофу, какого-нибудь кревета, блин, будет божественно. Вот это я бы ела только жижу. Здесь прикольная лапша. Сюда бы добавить, блин, мясо. Вот. Ну, это тоже прикольная лапша. Как гарнир, я не знаю, можно использовать вообще запросто. Вот такой вот вечерочек.